МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатулина. И вот о чём расскажем в выпуске. Новый созыв. Начало положено. Выборные ваши мотивы партийные убрать. Будем работать все вместе в интересах нашей республики. Чем сегодня занимались депутаты госсовета, расскажет Дмитрий Аренин. Бороться с нарушителями на дорогах смогут народные инспекторы. Я думаю, водители будут осторожнее, внимательнее. Лишний раз не хочется никому штрафы получать. Как работает приложение? Не поможет ли оно снизить аварийность на дорогах? Расскажет Рамиль Галиулин. Правила безопасности с опасными последствиями. Если эти законы примут, они тоже не смогут выращивать птицу. Почему птицеводы республики переживают, что новые ветеринарные правила Минсельхоза поставят крест на жизни села, выяснял Рамиль Шайдулин. Медведи рядом с Казанью. Днем не будет. А ночью вообще страшно. Ее лапы посмотрел больше, чем мои лапы. Откуда приходит зверь и как от него защититься? Подробнее об этом в репортаже Искандер Гималдинова. Все интриги этого политического сезона раскрыты. Сегодня стал известен окончательный состав нового госсовета. Сенсации не случилось. Во главе парламента остался Фарид Мухамедшин. Нет изменений и среди вице-спикеров. На первое заседание поздравить избранных депутатов приехал Рустам Мениханов. Наш телеканал вел прямую трансляцию заседания. С каким настроем пришли на работу новые избранники? Кто возглавил комитеты? Кто составил конкуренцию Аксакалу парламента? Репортаж Дмитрия Аринина. До начала заседания в фойе оживленно царит приподнятое настроение. Депутаты знакомятся. Многие не виделись больше двух месяцев. Одни рады снова вернуться в парламент и встречи со знакомыми, а другие здесь впервые или в новом для себя статусе. По традиции на первом заседании парламента нового созыва место председателя занял старейший депутат, как и пять лет назад это Марат Галеев. Позвольте вас всех поздравить с избранием, поскольку 40% уважаемых депутатов это новый состав, поэтому коротко ознакомлюсь с правилами эксплуатации оборудования по голосованию. Главный вопрос повестки – избрание председателя госсовета. Фракции «Единая Россия» и КПРФ предложили Фарид Мухаммедшина и Хафиза Миргалимова. С программной речью оба выступили в алфавитном порядке. Я вижу работу на басту председателю госсовета. Первая задача – это реализировать то, что у нас есть. Многое законы, наверное, неплохие. Много не работают. Я могу твердо сказать о том, что в случае оказания доверия мне на предстоящий срок в парламенте, председательства, я также буду аккуратно, с учетом мнения других политических сил, рассматривать все эти вопросы, представляя возможность высказаться. Кандидатуру поставили на голосование. Вопросов к ним не возникло. Большинством голосов избирают Фарида Мухаммедшина. Фарида Мухаммедшина поздравил Рустам Мениханов. Как отметил раис республики, все депутаты должны быть нацелены на развитие Татарстана. Важно работать с людьми, особенно с участниками СВО и их семьями. Фарид Хайрулович, я искренне поздравляю вас с избранием председателем государственного совета республики Татарстан. Уверен, благодаря вашему многолетнему опыту, профессионализму и заслуженному авторитету депутатской корпусы республики продолжить эффективное законодательное обеспечение задач, которые стоят сегодня перед республикой. Состав парламента значительно обновился. В него вошли деятельные, авторитетные люди, в том числе участники специальной военной операции. Убежден вне зависимости от партийной принадлежности, все вы нацелены на развитие республики, повышение качества жизни граждан нашей республики. Выборные ваши мотивы партийные убрать. Будем работать все вместе в интересах нашей республики. Арменно, депутаты, уважаемые депутаты, желаю вам успеха в вашей депутатской деятельности на благо республики и каждого его жителя. Затем перешли к избранию вице-спикеров. Единороссы предложили кандидатуру Марата Ахметова и Юрия Камалтынова секретарем Лилию Маврину. Они занимали эти должности и в прошлом созыве. Депутаты всех поддержали. Решение не нагласит. Поздравляем, Марат Ахметович. Государственный совет и в прошлом созыве, и я очень надеюсь, и в этом новом сетном созыве будет как раз именно с этим одним дыханием с населением жить и принимать решения, которые, безусловно, будут полезны и для самой республики, и для жизнедеятельности, и благосостояния нашего населения. В госсовете будут те же восемь комитетов. Их председателями избрали Альберта Хабибулина, Леонида Якунина, Андрея Егорова, Азата Хамаева, Светлану Захарову, Айрата Зарипова. С зама на повышение пошел Александр Чубаров, а комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству возглавил Рягат Усаинов. Коллеги доверили мне сегодня должность председателя комитета. Я надеюсь быть полезным, принести пользу, чтобы именно в этом направлении поработать. Вопросы, я скажу, очень сложные, в то же время интересные. Также избрали заместителей председателя комитетов, в их числе Герой России, Расим Баксиков. Он будет работать в комитете по законности и правопорядку. Планы изучения внутренней кухни, работа, ну и законопроектов. В число депутатов, работающих на постоянной основе, вошел участник СВО Эдуард Шарафиев. Как отметили, по теме спецопераций, кандидатам от избирателей поступила десятая часть наказов. Все законопроекты, которые вношу я, они в последнее время направлены на социальную поддержку наших граждан, в том числе семей мобилизованных и контрактников. Вот такая поддержка должна в нашей республике продолжаться и быть на высоком уровне. В новом созыве Госсовета будут 13 депутатов-женщин. Среди них новичок парламентской работы Роза Гайнудинова. Необычная обстановка. Для меня я первый раз стала депутатом Государственного Совета. И действительно такая чувствуется сразу на плечах ответственность, если честно. Депутаты сегодня утвердили рабочие органы Госсовета и избрали своего представителя в Совет Федерации. Сенатором по-прежнему останется Геннадий Емельянов. Поздравляем, Геннадий Емельянович. Мотормой и трепет. Всего в повестке сессии сегодня было 17 вопросов. Все организационного характера. Приступить к законодательной работе депутаты планируют уже на следующей неделе, когда снова соберутся на заседание. Дмитрий Иринин, Алмаз Зеединов, ТНВ, Казань. В следующую пятницу Раис Татарстана Рустам Мениханов обратится к Госсовету с ежегодным посланием о социально-экономическом развитии. Об этом объявили сегодня на заседании Президиума парламента. Традиционно все руководство Татарстана соберется в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Прямая трансляция на нашем канале начнется в 10 утра. Также в полдень состоится заседание Госсовета. В повестке 18 вопросов. Значительный блок посвящен подготовке бюджета Татарстана на три предстоящих года. Убедительная просьба к председателям комитетов. Сейчас по вопросам, которые мы вносим на заседание Госсовета, обязательно свои комитеты провести, обобщить, позицию занять, готовым быть к обсуждению. Лихачей на дорогах республики может стать меньше благодаря народным инспекторам. Татарстанцы смогут контролировать ситуацию на трассах с помощью одноименного приложения. Сегодня разработчики сервиса провели подробную презентацию. С его помощью неравнодушные участники дорожного движения смогут помогать выявлять нарушителей. За это они получат денежную компенсацию в размере 25% от суммы штрафа. Главная задача проекта – снижение аварийности и смертности на дорогах. О том, как работает сервис и поможет ли улучшить ситуацию, Рамиль Галюлин. Нарушителям ПДД теперь придется не сладко, ведь следить за спокойствием на дорогах теперь смогут все, у кого есть смартфон, на который установлено приложение «Народный инспектор». Оно фиксирует семь видов нарушений. Одно из них, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходах. Нарушения можно присылать разные, но платить будут только за семь из них. Эта категория помечена знаком подарок. В зависимости от вида нарушения это будет разная сумма. Например, за пересечение стоп-линий – 230 рублей, за выезд на встречку – почти полторы тысячи. При открытии его сразу же выходит запись, то есть можно нажать на нее. Главное, чтобы на видео четко просматривался номер автомобиля и, собственно, факт нарушения. Для фиксации достаточно короткого 30-секундного ролика, снятого в самом приложении. Видео отправляется в ГАИ для рассмотрения и принятия мер. Если вина нарушителя будет доказана, выплата придет на банковскую карту народного инспектора. Если отделение ГИБДД, сотрудник приняло решение о том, что будет возбуждено постановление об адепстративном правонарушении, и оно вступит в законную силу, то, соответственно, уже вам на дебетовую карту, на которую вы указали удобного банка, приходит сумма вознаграждения. Приложение работает с 2014 года. Обновленный народный инспектор заступил на службу две недели назад. Сервис презентовали на международном форуме Кэзен Диджитал Уэйк. За это время поступило уже 1200 обращений. Все семь правонарушений, включая сброс отходов, это связано с движущимися автомашинами. То есть у нас люди гибнут на стречке, люди гибнут у нас, когда они пристегнут ремнями и так далее. На каждый километр дороги, где гибнут люди, не поставишь полицейского, не поставишь камеру. Поэтому я думаю, что мы в любом случае будем иметь положительный эффект. С начала года в Татарстане произошло больше 2000 ДТП, в которых погибли 211 человек. Наша задача этого направления именно снижение аварийности. Это не продукт для зарабатывания, а этот продукт, чтобы именно остановить нарушителей, чтобы они больше не нарушали и не допускали дорожественные происшествия, которые могут повлечь либо травму, либо смерть на дорогах. Чтобы стать народным инспектором, нужно скачать одноименные приложения в любом цифровом магазине, затем авторизоваться через портал госуслуг и можно начинать работу. Но, как отметили, прежде чем выписать штраф, будут установлены все детали нарушения, а видео проходить модерацию. Видеопоток защищенный идет. Мы понимаем, что это видео оригинал, и его нельзя прикрепить из своей галереи. То есть только непосредственно с приложения самого идет сама видеосъемка. У нас очень жесткие условия, кстати, по заявителям. Человек должен на госуслугу зарегистрироваться. Мы должны понимать, что человек именно Иванов Иван Иванович, или Хабибуллин, Рафис Медхатович, не важно, что человек именно тот заявляет и потом будет получать деньги, за кого он себя выдает. А дальше начинается большая работа. Возможно, с участием этого человека, возможно, придется нарушитель, возможно, появятся свидетели. Всякое может быть. При этом приложение сохранит конфиденциальность заявителя. Уверенно можем сказать, что оно полностью закрыто. Заявитель, он закрыт, и на кого он будет сообщать, об этом он не узнает. Вы говорите, если о судебной практике, то мы подходим с таким решением, чтобы их туда не приглашать. Да, расследование проводить, очевидцев, свидетелей, где-то видеозаписи, иные какие-то записи изымать, но стараться, чтобы мы не приглашали заявителя. За две недели сервис обрел большую популярность не только у пешеходов, но и автомобилистов. Думаю, как сдерживающий фактор, это пойдет на пользу. Лишний раз не хочется никому штрафы получать. Я думаю, водители будут осторожнее, внимательнее, и будут смотреть не только по сторонам, но еще и думать, не прилетит ли мне за что-либо, не попадется ли мне какой-нибудь человек, который заснимет. Не везде камера, не везде могут быть специальные службы, которые могут сразу оперативно отсидеть. Но хотелось бы, чтобы народ его выгодно использовала. Это каждый день, я вот пешком хожу на обеде, и постоянно то не пропускает. Если такое новое приложение появилось, конечно, я буду рекомендовать другим, и сами будем пользоваться, потому что все-таки, ну, это безопасность, это наша безопасность. Сегодня отметили, снимать видео за рулем не рекомендуется. Лучше, чтобы приложением пользовались пассажиры. Как подчеркивают эксперты, идеи народных инспекторов обсуждается не первый год, но для реализации нужны поправки в КОАП. Добытые таким способом доказательства, они должны отвечать требованиям допустимости. Требования допустимости, они изложены в федеральном законодательстве. Поэтому для этого надо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Поскольку вопрос процедуры, это вопрос федерального законодателя. Плюсы, наверное, то, что наказание будет неотвратимо, возможно. И, честно говоря, у меня тоже часто бывает желание взять на кого-то, настучать на таких злостных нарушителей. Но минусы, естественно, у нас, когда что-то хорошее делается, то обязательно находится плохая сторона. Минусы – это злоупотребление, наверное, некоторыми людьми в целях корысти. Вот этим делом люди будут просто на этом зарабатывать и будут сдавать всех подряд без разбора. Если вина нарушителя будет доказана, то выплаты придут в течение 40 дней после вступления постановления в законную силу. Рамиль Галиулин, Аделя Минаева и Игорь Романов. ТНВ. Казань. В борьбе за биологическую безопасность может исчезнуть отрасль. Так, татарстанские птицеводы отреагировали на разработанный Минсельхозом России новый проект ветеринарных норм. Их готовят к обсуждению в Госдуме. Если его примут, то КФХ и ЛПХ, по сути обычные сельчане и фермеры, будут обязаны оборудовать свои подворья под тем же требованием, что и крупные птицекомплексы. Это им не по карману, да и площадей таких нет. Вопрос сегодня обсуждали в набережных Чулнах. Здесь собрались птицеводы, кооператоры и деловые круги со всего Поволжья. Репортаж Рамиль Шайдульна. Сегодня очень важно, что принимаемые решения основывались на обратной связи от рынка от производителей, иначе мы можем сделать большое количество ошибок. В зале фермеры, производители, птицеводы, ветеринары, ученые и чиновники. В центре внимания новый проект ветеринарных норм, который устанавливают для фермеров-птицеводов те же правила, что и для крупных птицеводческих комплексов. Все риски, которые мы видим, которые могут убить малую ферму в лицеводстве, это не значит, что мы не понимаем однопочных государств, чтобы сохранить поголовье, в том числе в крупных комплексах. Потому что сегодня доступность куриного мяса, оно занимает 40% в объеме потребления в стране. И мы понимаем, что это важно. По разработанным минсельхозам страны документу, руководителям ЛПХ и КФХ будет запрещено даже пасти своих кур и гусей на свободном выгуле, чтобы не заразились какой-либо инфекцией. Птица сама по себе должна расти, разомножаться на свободе. 90% свои гуси должны проводить на свободном выгуле. Мясо гуся, оно вкусно тем, что он пасется. Если чисто комбикормами, они же просят, чтобы мы еще покупали гранулированные комбикорма, которые, ну это и мясо невкусное будет. Это уже не гусиное мясо будет, а не знаю что. Правила предполагают особые меры для складирования навоза, расстояние от зоны выращивания птицы до места забоя. Речь о 300 метрах, что нереально в обычных сельхозподворьях. Проблемы возникнут даже при кормлении. Птицу нельзя будет кормить своим зерном. Его нужно отправить на предприятие для производства комбикорма. В основном коснется сельского жителя, который сегодня свою экономику строит, выращивая птицу. Он торгует на ярмарках, отправляет на север. И если эти законы примут, они тоже не смогут выращивать птицу. Цель этих правил – особый зоосанитарный статус, который позволит защитить хозяйство от болезней. Только в Татарстане было несколько крупных вспышек птичьего гриппа за последние годы. Одна из самых масштабных в Лениногорске. Тогда уничтожили 220 тысяч кур, а предприятие переориентировали на выращивание индейки. Здесь у нас появился новый собственник. Он перешел на производство мяса индейки. Была проведена большая работа по реконструкции. Привезли порядка 30 тысяч голов для дальнейшего откорма индейки. И здесь же у них будет забой, то есть готовое мясо будет уходить из птицефабрики. По данным Минсельхоза, сегодня Татарстан обеспечен мясом птицей на 121%. Излишки продают в другие регионы. В прошлом году в республике произвели больше 220 тысяч тонн птиц и более полутора миллиардов штук яиц. Но новые правила могут серьезно пошатнуть показатели. Фермеры считают, мелкие и средние хозяйства не смогут их выполнить. А значит и продолжить заниматься разведением птицы. Село просто погибнет. Более половины хваловой сельскохозяйственной продукции производят малые формы хозяйства. Надо, наверное, исходить из этого. И надо исходить из того, что в селах живет народ, который кормит всю Россию, в том числе и мы. Фермеры предлагают компромисс. Разделив фермы с боголовьем до 60 тысяч и свыше голов птицы на две категории. И для меньших хозяйств оставить прежние нормы. Также усилить контроль за продажей и перемещением птицы между хозяйствами. Если проект правил останется неизменным, он вступит в силу уже с 1 марта следующего года. Рамиль Шайдулин, Айля Абдулин, ТНВ, Набережные Челны. Старт отопительного сезона уже 5 октября. Об этом стало известно накануне. И всю эту неделю мы следим за судьбой 23 казанских многоэтажек, которые еще в понедельник были без паспортов готовности. Об этом сообщили на совещании в мэрии. Сегодня нам стало известно два из них. Это многоквартирные дома 57 и 59 по Карбышево. Провели опрессовку и получили паспорта готовности. Оба оборудованы крышными котельными и находятся в ведении управляющей компании «Новой Горки». Сегодня представители УК показали нам состояние котельных и предоставили документы, подтверждающие, что к отопительному сезону готовы. К отопительному сезону дома у нас готовы. Мы прошли отготовление в Ростехнадзоре. Дом промыли и опрессовали. То есть в рамках отопительного периода, который мы должны придерживаться, мы дома полностью все подготовили. Паспорт готовности и о готовности были получены 13 сентября 2024 года. Все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону были выполнены. Замечания устранены в Ростехнадзоре и, соответственно, мы получили акт. Рустам Миниханов сегодня встретился с министром лесного хозяйства Беларуси Александром Куликом. Обсуждали вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов. Глава Минлесхоза Беларуси находится в Татарстане с рабочей поездкой. Он уже посетил Сабинский лесхоз и лесничество, осмотрел лесной селекционно-семеноводческий центр. За год медведей в Татарстане стало в три раза больше. Сейчас по лесам бродит около 80 косолапых. Специалисты Госкомитета по биоресурсам уже вывели зверя из Красной книги республики. И он стал охотничьим ресурсом. В этом сезоне медведя разгромили пасеки в разных районах и продолжают это делать. Последний случай в Лаишево. Оттуда репортаж Искандер Гималдинова. Именно с такого стука начинается работа в пасеках Лаишевского района. Пчеловод Мамаджон Холматов из подручных средств создал круговую защиту от медведя. В дело пошли консервные банки, весь день работает радио. Расставлены пустые улья. Однако это косолапого не напугало. В гости к пасечнику он уже приходит месяц. Медведь пришел с этой стороны и, как видим, он уже ничего не боится. Местный пасечник расставил жестяные банки, чтобы отпугивать медведя. Но, как мы видим, что уже ульи раскиданы, а мед съеден. С начала августа зверь разорил с десяток ульев. Как говорит Мамаджон Холматов, хищник умен. Обходит ловушки и добывает мед. Придем после 11 днём до 3 часа. Днём не будет. А ночью вообще страшно. У него лапы, посмотрел, больше, чем мои лапы. Большие, то есть большой, взрослый. Да, взрослый. В Лаишевском районе медведь был редким гостем. Но, по словам специалистов, ситуация изменилась. Зверь в республику приходит из Кировской области и Марии Эл. Медведь за день проходит большие расстояния и способен переплыть Мёшу. Медведи животные мигрирующие. То есть площадь обитания у них большая достаточно. И, соответственно, чем больше медведей становится, тем больше ареал он начинает занимать. Сейчас численность медведей растёт не только в Татарстане, но и по всей России. Ему тесно, он начинает перемещаться в те районы, где его раньше не было. За год количество бурах медведей, обитающих в лесах Татарстана, увеличилось в три раза. Сейчас их порядка 80 особей. В прошлом году было 25. Первое издание «Красной книги», это у нас был 95-й год. У нас насчитывалось там где-то около десятка медведей. Считался действительно очень редкий вид. То сейчас уже стал вопрос о том, чтобы его вывести. И мы его вот в этом году как раз вывели медведей из «Красной книги». То есть всё, у нас не «Красная книга» вид, а охотничий ресурс. Если раньше медведей видели в Зеленодольском, Огрыском, Мадышском, Рыбнослободском и Сабинском районах, то теперь зверь становится всё ближе к Казани. Их начали замечать в Лаишево и Пестрецах. А значит, нужно быть готовым ко встрече с Косолапым. Нельзя убегать, поворачиваться к нему спиной, смотреть в глаза и нервничать. Если зверь будет подходить ближе, то нужно спугнуть его громким звуком. Искандер Гималдинов, Адель Миндубаев, Альбина Минаева, ТНВ, Татарстан. Это были новости Татарстана. Ещё больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимулином. До встречи в 21.30. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая 58. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на тех присоединения и следите за её исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. В ленте с 12 по 25 сентября недели халяля. Скидки до 40%. Творог, очень важная корова. 180 граммов, 69 рублей. Лента. Две по цене одной. Только в сентябре. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Ермак. Волгоградская 8 и в Зорге 77. А с промокодом ещё дешевле. Только в сентябре в мобильном приложении Формленд повышенная скидка по промокоду МОБ0924. Вот это я удачно в Формленд сходил. Стильные полноприводные пикапы Фотон Тунленд G7. Комфортные фургоны Фотон Туано в европейском стиле. Маневренные и выносливые грузовики Фотон С и Д серии. Полной массой от 3,5 до 12 тонн. Все варианты коммерческой техники Фотон в Луидор. Казань. Ярослава Гашика 7. Телефон 8-800-51-12-440. Луидор. Двигатель вашего бизнеса. В доме моём случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрёл я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Будущее начинается с первого импульса. С инновационных технологий. С автомобиля Эксид РХ в новой комплектации Флэкшип. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Онлайн-сервисы и дистанционное управление Эксид Коннект. Только в сентябре на специальных условиях в Эксид-центре РРТ. Подробности 207-00-80. Как избавить себя от осенней хандры? Поддержать организм мультивитаминами Дженезиген. Комплекс витаминов и минералов продлит ваше лето изнутри. Подарит бодрость, энергию и вкус к жизни. Мультивитамины Дженезиген. Яркие краски жизни круглый год. 27 сентября. День греческой косметики в аптеке Фармлент. Штейрка Тандем. Консультация экспертов. Подарки и скидка 20% на косметику марки Апивита. Только один день. 19 сентября. Минус 10% на корм для животных. В магазинах Поведа. Берите больше, платите меньше. С 18 по 22 сентября. Во дворце спорта Шик и Шарм. Приходите за покупками. Специальное предложение Соль-Илецкого центра медицинской реабилитации. Лечение, питание, проживание. 3200. Соль-Илецк ждет вас на отдых и оздоровление. Здравствуйте. Студия Амирхан Климулин. В Татарстане количество осадков увеличится. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в сентябре при заказе кухонного гарнитура – мойка. При заказе шкафа – брючница в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани. 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода. В Арске, Высокой горе и Зеленодольске облачно. Повсеместно осадки. Температура днем 17-18. Ночью плюс 8-10 градусов. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах облачно с прояснениями. Дожди. Температура днем 19-20. Ночью 10-12 градусов тепла. В чистой пыли, на урнатах и черемшане будет пасмурно. Ожидаются осадки. Температура днем плюс 18-19. Ночью 10-12. В Нижнекамске, Менделеевске и Менделинске небо также затянуто тучами. Пройдет дождь. Температура 16-17 градусов тепла днем. И 8-11 тепла ночью. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах облачно. Осадки. Температура днем 16-18 градусов. Ночью температура 10-12 градусов тепла. В туристических городах республики также будет дождливо и прохладно. В Суярске днем 18. Ночью 10 градусов тепла. Будет облачно, пройдет дождь. В Болгарах днем 19 градусов. Ночью около 11 градусов выше нуля. Здесь облачно с прояснениями. Временами осадки. В Велабыге температура плюс 17 градусов днем. И 10 градусов ночью. Пасмурно, местами дождь. Хотите видеть хорошо без очков и вдали и близко? Современный метод лечения катаракты. Замена хрусталика на линзу премиум класса. Республиканская клиническая офтальмологическая больница. Казань. Бутлерово, 14. Подробности по телефону 528-0202. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс. Город-парк. Новые горки. 2-677-677. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые горки» в строящихся крипичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой «Вайтбокс» в окружении Горкинско-Метинского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2-677-677. Строительная компания «Грань». В Казани пасмурно. Небольшой дождь. Температура днем составит 18 градусов тепла. Ночью 10. Атмосферное давление практически в норме. Оно составит 752 миллиметра тутного столба. Ветер западный около 5 метров в секунду. Влажность 49%. Магнитное поле спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Несмотря на погоду. Субтитры подогнал «Симон»